Работодатель отвечает за жизнь и здоровье сотрудников на рабочем месте, но только если сам работник не нарушил правила безопасности. Чтобы сотрудники знали, как вести себя на рабочем месте, проводятся инструктажи по охране труда. Эта обязанность работодателя прописана в Трудовом Кодексе Российской Федерации. Инструктажи нужны не только на опасных производствах, их проводят все компании. Различают следующие виды инструктажа – вводный, первичный, внеплановый, целевой. Вводный инструктаж проводится до начала выполнения трудовых функций, проходят все принимаемые на работу лица и иные лица, участвующие в производственной деятельности организации. Первичный инструктаж проходят все работники организации до начала самостоятельной работы, а также лица, проходящие производственную практику. Некоторые работники могут быть освобождены от прохождения первичного инструктажа. Внеплановый инструктаж по охране труда – инструктаж, который проводится при изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, при изменениях должностных обязанностей работников, при изменениях нормативных требований охраны труда, при авариях и несчастных случаях на производстве. Перечень работников, для которых необходимо проведение внепланового инструктажа, определяется работодателем. Целевой инструктаж проводит непосредственно руководитель работы. Этот инструктаж проводится перед выполнением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя. Перед выполнением работ на объектах повышенной опасности. Перед выполнением работ, которые не относятся к основному процессу и которые не предусмотрены должностными инструкциями. Целевой инструктаж обязательно содержит вопросы оказания первой помощи. Проведение любого вида инструктажа фиксируется в специальном журнале подписью сотрудников.